всем привет продолжаем разбирать оля до срок открытый вариант выложены на сайте фипи номер 15 ну это и выглядит даже easy и на самом деле это очень просто но раз уж я начал разбирать какие-то задачи из этого варианта до кучи давайте и это тоже быстро с вами разберем ну вот есть вот такое неравенство давайте быстренько напишем одз значит x больше нуля ну и сразу нужно указать что знаменатели не равны нулю но давайте вот этот логарифм будет равен нулю если икс равно 1 3 значит x не равно одной трети у нас да ну и вот здесь два одинаковых знаменателя зналя смотрите когда они будут равны нулю когда логарифм будет равен минус четырем да значит икс будет равен 1 81 потому что 181 это 3 минус четвертой степени если икс будет 181 логарифм будет минус 4, и знаменатель будет равен 0. Нам это не подходит, поэтому x не равно 1,81. Все, с этим разобрались, потом это учтем. Но и здесь абсолютно очевидная замена напрашивается. Логарифм x по основанию 3 это t. Ну и поехали, переписываем, что у нас получится. 1 делить на t плюс 4, плюс 2 делить на что? По сумме логарифмов, да, можно разбить эту штуку, как логарифм 3 по основанию 3, плюс логарифм x по основанию 3. Ну а логарифм 3 по основанию 3 это единичка, поэтому это просто 1 плюс t умножить на скобку. Ну сразу смотрим, здесь у нас что? 2 делить на t плюс 4 минус 1. Сразу приводим к общему знаменателю. Минус t плюс 4 делить на t плюс 4. Меньше либо равно 0. Хорошо, давайте здесь выполним вычисление с дробями. И сразу умножим на дробь 2 делить на t плюс 1. И сразу приведем первую дробь вот к общему знаменателю, то есть умножим на t плюс 1. Что у нас будет? Первая дробь превратится в t плюс 1 делить на t плюс 1 на t плюс 4. Плюс смотрите что? 2 умножить на минус t минус 2. Минус t минус 2 делить на t плюс 1. t плюс 4. Минус t минус 2 это вот из этой двоечки вычли t плюс 4. Меньше либо равно 0. Так, опять записываем все под одной чертой дроби. Что здесь получается? Здесь минус 2t и минус 4. Прибавляем t плюс 1. Получаем минус t минус 3 делить на t плюс 1. t плюс 4. Меньше либо равно 0. Можно домножить все на минус 1. Для удобства. Будет t плюс 3 делить на t плюс 1. t плюс 4. Больше либо равно 0. Это решается элементарно. Приравниваем к нулю каждую скобку. Наносим точки на ось. Что мы получаем? Минус 4, минус 1 выколотые и минус 3 закрашенные. Правильно? Минус 4, минус 3 закрашенные, минус 1 выколотые. Все корни кратности 1. Справа плюс. Знаки чередуются. Плюс, минус, плюс, минус. Что нам подходит? Больше либо равно 0. Это вот такая штука. То есть у нас t, давайте запишем, принадлежит от минус 4 до минус 3 и от минус 1 и до плюс бесконечности. Не забываем, что это мы решили неравенство для буквы t. Нужно еще сделать обратную замену. Ну и давайте сделаем обратную замену. В данном случае обратную замену удобно делать с помощью двойного неравенства. Смотрите, t это логарифм x по основанию 3. Тогда смотрите. Что значит, что t от минус 4 до минус 3? Это значит, что логарифм x по основанию 3 больше, чем логарифм 1.81 по основанию 3. Потому что это как раз в точности будет минус 4. И меньше либо равен логарифм 1.27 по основанию 3. Потому что логарифм 1.27 по основанию 3 это в точности минус 3. Это мы обрабатываем только вот этот первый кусок. Что у нас получится? Основание логарифма больше единички. Поэтому от логарифмов можно избавиться и получить, что x больше 1.81 и меньше либо равен 1.27. Сейчас обработаем вот этот кусок и объединим вместе вот с этим. Здесь у нас получается, что логарифм x по основанию 3 больше минус 1. Минус 1 это логарифм 1.3 по основанию 3. Также избавляемся от логарифмов. Получаем, что x больше 1.3. И нам нужно объединить. Здесь у нас стал значок объединения. Поэтому мы объединяем вот этот кусок вместе вот с этим. И учитываем ОДЗ. Давайте объединим. Получится, что у нас x принадлежит от 1.81 до 1.27 включительно. И от 1.3 до плюс бесконечности. Смотрим на ОДЗ. x больше 0 выполнено. x не равно 1.81 выполнено. x не равно 1.3 выполнено. Это ответ. 15 номер убит. Ничего сложного. Так что спокойно, просто практикуйтесь. Если вы заботы номер 15, регулярно решайте его там пару раз в неделю. И никаких проблем и неожиданностей на ЕГЭ у вас не будет. До встречи. Всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok